Здравствуйте! Сегодня нам предстоит узнать рецепт вот этих вот замечательных конфет. Только конфеты это не простые, а что это за конфеты мы узнаем у Ксении Гороховой. Здравствуйте, Ксения! Здравствуйте, Надежда! Что за конфеты такие? Очень аппетитные, но есть их нельзя. Это косметика ручной работы, сахарный скраб. Он выглядит как конфета, может быть в разных обсыпках, например, как здесь, в рафаэлке, в кокосе, в сахаре, либо в какао. Но на вид они твердые, при разминании в руках они становятся мягкие, податливые, и их нужно непосредственно наносить в душе. И сегодня нам предстоит сделать вот эти вот замечательные конфеты-скраб. С чего начнем, Ксения? Для изготовления этого скраба нужна мягкая и твердая основа. Очень важно знать, что мягкая основа нужна ровно в два раза меньше, чем твердой. И сперва я отмерю на весах, и далее будем растапливать. Беру 20 грамм мягкой основы и измеряю на весах. Здесь у нас 14, добавляем еще 6. Это что? Это твердая мыльная основа, она идет на глицериновой базе, в чем плюс, что здесь меньше в составе лауреата сульфата натрия. Это то вещество, которое в обычном мыле и шампунь не сушит кожу. Такая же косметика относится более бережно к коже и к нашему телу. Сейчас разрежу на маленькие кусочки твердую основу, у нас должно получиться всего 60 грамм, и дальше мы растопим в микроволновке. Мы будем топить вместе и ту, и другую основу. Да, можно использовать вместе, они хорошо растворяются и контактируют друг с другом. Режим я беру разморозка, чтобы наша основа растопилась, но не нагревалась. Итак, мы растопили, и у нас однородная масса получилась. Да, однородная прозрачная масса. Сейчас буду переливать в контейнер, добавлять масло, ароматизатор и краситель. То есть это будет наша основа, а дальше мы будем уже добавлять всевозможные наполнители. Да, это начало, база, так сказать, скраба, и дальше мы уже можем варьировать в цветах, запахах, наполнителях, в скрабирующих веществах. А насколько быстро нам нужно это все сделать? Не застынет ли эта масса, вот сразу после того, как мы ее выльем сюда? У нас есть минут 10, масса будет активно застывать при перемешивании. Когда я добавлю сахар и буду перемешивать ложкой, она уже будет подобна тесту. Ну что, что добавляем в первую очередь? В первую очередь я добавлю ароматизатор. Давайте. Предлагаю в этот раз делать мятного запаха. О, замечательно, давайте. С ароматом свежести. Так, у нас ароматизатор называется Мятный Релакс. На такой объем хватит 2-3 капли. Он очень концентрированный и больше нам не нужно. Далее у нас идет краситель. Надежда, у нас есть зеленый неоновый, есть зеленый потемнее. Какой цвет с вами выберем? А неоновый не сильно яркий будет? Я думаю, можно более натуральный выбрать. Давайте натуральный. Тоже возьмем 2-3 капли. Мы не будем делать темного цвета, чтобы скраб оставался полупрозрачным. И дальше перемешиваю. У нас уже появляется цвет и аромат. Вы симпатичный, да. Уже чувствуете, наверное, свежие нотки. И добавляю базовое масло абрикосовой косточки. Чем хорошо это масло? Оно не сушит кожу, оно питает, подходит для всех типов кожи и не вызывает аллергию. Когда будет растворяться скраб, также будет воздействовать и масло на кожу. Отлично. Добавляем немножко, четверть чайной ложечки. И снова перемешиваем. Скраб у нас называется сахарный, поэтому мы добавляем сахар. Натуральный сахар? Натуральный сахар пищевой, он продается в любом продуктовом магазине. Что важно, чем горячее основа, тем больше нам потребуется сахар. Потому что он растворяется при взаимодействии с горячей основой. Так что вмешиваем сахар, пока основа не загустеет. То есть мы должны добиться того, чтобы у нас более густая была масса? Да. То есть когда на вид будет как густое, крутое тесто, тогда мы можем уже остановиться. Кофе мы берем молотый? Да, кофе натуральный молотый, например, как здесь. Здесь более мелкие частички. То есть он подойдет для более нежной кожи. И, кстати, хочу еще заметить, такой скраб не подойдет для лица, потому что все-таки частички сахара, они достаточно крупные. И лицо у нас нежное. Так что лучше использовать для тела. Сахар нам пока больше не нужен. Мы отставляем его в сторонку. Видите, уже масса она очень быстро загустела. Так. Такое между тестом и расплавленным. В жиле каким-то, да. Да, и мармеладом. Ах, как это все вкусно! Но несъедобно. Итак, если мы не хотим придавать форму конфеты, то можно уже и так оставить этот скрабик, да? Да, можно хранить скраб так, в закрытой коробочке, либо в пакете. Но мы хотим, чтобы у нас все было очень и очень красиво. Поэтому мы продолжим. Да, сама основа наполнения скраба у нас готова. Будем придавать ему конфетный вид. Для этого нам снова понадобится сахар. Только теперь уже для обсыпки. Я насыпаю сахар, чтобы дальше обвалять в нем скраб. Беру скраба примерно на одну порцию. И начинаю замешивать конфетки. А масса не липнет к рукам? То есть не нужно руки смазывать? Нет, масса к рукам не липнет. В принципе, даже уже те кусочки сахара, они на руках минимально остаются. И можно уже формировать по своему желанию форму. Например, можно залить форму силиконом прямоугольную, дальше нарезать кусочками. Это будет уже как мармелад или пастила. Можно оставить круглыми. Или, например, как в случае с кофе, можно придать ему вид зернышка кофе. Я сделала шарик. И теперь добавляю его в сахарную обсыпку. Равномерно поворачиваю, чтобы каждая сторонка нашей конфетки была в сахаре. Очень похоже на мармелад. Очень похоже. Трудно сладкоежкам удержаться и не попробовать. Вот сахар у нас получился весь на нашем скрабе. И последний штрих – это добавить в упаковочку, чтобы было полное сходство с мармеладом. У меня есть вот такого плана. Есть побольше. Можно брать в кулинарных магазинах для выпечки. Охлаждать нам не нужно, Ксения? Нет, он охлаждается при комнатной температуре. Минут через 5 он уже дойдет до своей консистенции. Он будет более твердым. Дальше нужно хранить в закрытой упаковке и при использовании снова его размять. Ну что ж, раз его нельзя съесть, хотя бы ощутить этот необыкновенный аромат свежести. Спасибо огромное, Ксения. Просто произведение искусства получилось у нас. В общем-то, никакая не конфета. А может быть, даже необыкновенный скраб. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!